В Московской области в настоящий момент действует более 40 территориальных организаций, в которых около 600 первичных профсоюзных объединений. Одномоментно собрать такое количество представителей трудовых коллективов проблематично, поэтому каждый год проводятся зональные семинары. Вот у нас определено 4 региона, с которыми мы встречаемся и решаем, на какую тему будет семинар, чтобы можно было встретиться, поговорить, услышать от них то, что нужно, дать какие-то свои предложения. Это, по сути дела, и обучение, и в то же время решение целого ряда вопросов. Социальное партнерство – такой стала тема встречи, которая прошла в музей-заповеднике Горки-Ленинский. В нынешнем зональном семинаре приняли участие представители 8 близлежащих городских округов. Открыло мероприятие заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова. Команда профсоюзов, которая вливается совершенно незаметно во все другие истории активистов, будь то волонтерское движение, будь то движение, которое создано под рычагом административного влияния, вот совершенно неважно. Главное, что это люди, которые могут и делают. Вопросы охраны труда и внутреннего распорядка, поощрения работников и организации их досуга, составление коллективных договоров и выполнение их условий. Спектр вопросов, которые обсуждались на семинаре, был весьма широк. Выделение денег на спортивно-массовую работу, да? Светлана Владимировна, вы могли бы прояснить, как вы этого добились? Начала работать непосредственно с председателем первичной профсоюзной организации, а та, в свою очередь, с нашими финансовыми органами. И такая строчка о выделении средств на культурно-массовую работу в коллективном договоре первичной профсоюзной организации администрации была записана. Солидное представительство на семинаре было от Ленинского округа. Ведь у нас 25 первичных организаций, объединяет более 1600 человек. И у них тоже есть немало вопросов, требующих обсуждения. Пенсионная реформа. Очень много вопросов к этому, чтобы была оплата работающим пенсионям, какая-то индексация шла. Потом сейчас вопрос стоит у нас, начинается у нас летняя компания, здоровительная. Мы не знаем, как будет ли это детский кэшбэк. Еще нет вопросов, будет ли сумма за оплаченную путевку возвращаться и сколько. Главную задачу назвал наш президент Владимир Владимирович Путин, потому что, значит, номер один для государства – это повышение, конечно, зарплаты. Встреча прошла в двух форматах. В первой части докладчики рассказали о ряде нововведений в законах, касающихся деятельности профсоюзов. Во второй участники смогли задать свои вопросы специалистам. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Баллаева. Видное ТВ.